Добрый день, Шульгай Илья Иванович, Школа Болотова. Я около 30 лет занимаюсь альтернативной практикой в области онкологии. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о шлаках и токсинах, которым в обществе также уделяется очень много внимания. Но сразу хотелось сделать акцент на том, что такое шлаки, потому что многие люди не понимают, они считают, что это какой-то такой неестественный мусор, который в организм попал, и его надо из него вывести. Нет, это как раз естественный мусор, который образуется в результате нашей жизнедельности. Что такое шлаки? Это умершие клетки. В организме клетки живут разные отрезки времени. Есть короткоживущие клетки, как клетки желудка или клетки почек, а есть долгоживущие клетки, как клетки кожи. клетки костной ткани. И организм эту функцию тоже регулирует. Это называется катаболический процесс. То есть в организме есть два процесса. Анаболический, который строит клетки, и катаболический, который их разбирает. Вот как раз активностью, или, скажем так, инструментарием катаболического процесса являются кислые вещества. И в этом плане бальзам Болотова как раз является вот этими обценками, вот этим инструментом, который позволяет катаболизму быть активным. Почему это важно? Потому что, во-первых, старые клетки, они утилизируются каждый день. И если даже человек зашёл в голодовку, всё равно у него будет работать кишечник и будет дефекация, потому что образуется в организме от 300 до 500 грамм умерших клеток в зависимости от массы тела. И этот процесс беспрерывен на протяжении всей нашей жизни. Но он довольно специфичен в каком плане. Основная задача катаболизма уничтожить так называемые умершие клетки, в которых были заменимы аминокислоты. То есть, когда клетки распадаются, остаётся вал аминокислот, заменимых и незаменимых. Незаменимые аминокислоты организм, молодой особенно, может использовать, потому что это является основным строительным материалом в полипептидных цепях. То есть, основные точки сварки белков, это являются как раз незаменимые аминокислоты. А заменимые – это материал, который мы можем получать с пищей в колоссальных количествах. И организм даже может многие из них синтезировать сам. Поэтому, в первую очередь, уничтожаются заменимые аминокислоты, и организм их уничтожает. И вот в этом плане бальзам Болотова особенно активен, потому что он эту работу делает за очень быстрый отрезок времени, оставляя ещё какие-то секунды для того, чтобы незаменимые аминокислоты были подобраны организмом и встроены в новые полипептидные цепи. То есть, бальзам Болотова выполняет очень важную функцию. Он даёт организму возможность быстро избавляться от старого клеточного материала. Почему это важно? Это важно потому, что различные воспалительные процессы, болезнетворные процессы, особенно онкологический процесс, он как раз пытается уничтожить незаменимые аминокислоты при клеточном распаде. И вот раковая клетка, она использует в основном заменимый клеточный материал. Поэтому бальзам Болотов в этом уникален, потому что он весь этот так называемый шлаковый материал уничтожает очень быстро и очень эффективно. С возрастом, я уже говорил, у нас все эти функции ослабевают, поэтому там уже к 60, к 70, к 80, к 90, кому как повезёт. Этого материала всё больше и больше, он всё хуже и хуже выводится из организма. В результате мозг реагирует и понимает, что эти вещества, эти шлаки выводятся плохо, и поэтому клетки становятся более старыми, они медленнее разрушаются, и организм стареет от этого ещё больше. Поэтому вот эта динамика, ритм выведения из организма шлака, он очень важен, и его надо стимулировать, по большому счёту, всю жизнь. Теперь и токсина. В основном, основная масса токсинов, которые образуются в нашем организме, они щелочные. Кислые токсины бывают, но их намного меньше, в основном в организме кислые соли. То есть, есть как кислые, есть так и щелочные соли, но их, это их основная кислая масса, а кислых токсинов намного меньше. И вот, что касается токсинов, в этом плане, бальзамбол это особенно хорош, потому что токсин, он фактически уничтожает сразу. Хотелось бы сразу сказать, что если рассматривать много медикаментозных веществ, как в потенциале токсические на выходе из организма, то бальзамбол уничтожает колоссальное количество того вредного материала, который остаётся после медикаментозных веществ. Он, кстати, уничтожает много медикаментозных веществ. Например, глюкокортикоиды, значит, анаболики, антибиотики, значит, обезболивающие вещества. То есть, бальзамболотов нейтрализует. Поэтому, с точки зрения токсинов и всего, что остаётся после приёма медикамента токсического, болотовский бальзам выводит из организма очень быстро и очень эффективно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok